Привет, друзья! Это «Редакция Ньюз». Тут я говорю о событиях недели, на которые обратил больше внимания, чем на другие, и рассказываю, что думаю по этому поводу. Максимально субъективно, по возможности, внятно и коротко. У вас мало времени, мы вас отоценим. Поехали! Есть и хорошие новости. Российские и белорусские народы стали ещё более братскими. По крайней мере, та часть народов, которые несогласны с происходящим в стране и готовы выражать своё мнение публично. Отношение к таким гражданам со стороны власти, госсми и силовиков в России стало очень похожим на то, что мы недавно видели в Беларуси. Это проявляется и в действиях, и в словах, и в случайном символизме типа вот таких пасхалочек с улицы в Екатеринбурге. Новым смыслом наполняется новость о том, что поезд «Минск-Москва» с понедельника будет ходить по чётным дням. По нечётным можно запустить автозак, чтобы по-братски преодолевать дефицит мест на нарах. А то в российских соцсетях, как в прошлой весной, фотки длинных автоочередей на дорогах. Только тогда это были скорые у ковидных изоляторов, а теперь автозаки у других изоляторов, чья вместимость превышена повсеместно. Для меня ожидание в автозаке заняло примерно 7 часов. Часть административно арестованных за участие в протестах отправили в Егорьевск, это больше 100 километров от Москвы. На выезде из суда случилась такая вот сцена. Что называется, в России арестованные настолько суровы, что сами толкают свой автозак. Но столицей арестных новостей на неделе стала деревня Сахарова в Новой Москве. И расположенный там центр временного содержания иностранных граждан. Вновь прибывших своих размещали по 30 человек в 8-местной камере с открытым туалетом типа дырка в полу. Телефоны у них не отобрали, и эти кадры разошлись по всей сети. Матрасов нет, ничего нет, люди тут уже так полутора суток. Позже администрация объяснила, что людей завели в эту камеру только на время оформления, чтобы не мерзли. И позже всех разместили с соблюдением норматива. Но с тем, что центру необходим ремонт, на который нет средств, спорить администрация не стала. И это при том, что учреждение довольно новое, его открывал мэр Собянин. Но тюрьма не Москва, при Собянине особо не похорошела. Проблему признали и провластные комментаторы. Уже появились призывы срочно улучшить состояние спецприемников. Можно только приветствовать такие стремления. Но нельзя не заметить, что проблемой является и сама ситуация, при которой за решетку попадает разом столько людей, которые вышли на мирную, пусть и несогласованную акцию и не устраивали никаких беспорядков. После огласки и визита общественных наблюдателей в Сахарова нашлись и дополнительные камеры, и матрасы, и даже шампунь с тапочками. Хотя для визита федеральных телезвезд пока рановато. Халатов пока не завезли. Символично, конечно, что эта новая точка на политической карте России называется именно Сахарова. Мы хорошо помним, что академик Андрей Сахаров был одним из важнейших людей в истории борьбы за права человека в СССР. А на проспекте его имени проходили большие антипутинские митинги. И как-то даже неудивительно, что в изоляторе Сахарова мы видим самоорганизацию арестованных, их родственников и волонтеров. У каждой камеры заведен свой телеграм-чат, который помогает получать передачи, передавать просьбы и решать другие орг-вопросы. В общем, цифровизация пришла и туда, где ее не ждали. Теперь многочисленные тюремные стикеры в телеграме можно использовать по назначению. Среди заключенных в Сахарова и главред медиазоны Сергей Смирнов. Он арестован на 25 суток по обвинению в повторных призывах к участию в несогласованной акции, а конкретно за ретвит шутки, в которой была указана дата несогласованного митинга. «Показательно жесткое и демонстративное решение по Сергею Смирнову это явная репрессия против журналиста, который в своем издании писал то, что не нравится властям. Я уже говорил, что это переход в новое качество, когда преследуют уже не только за активизм, но и за слова». Справедливости ради отметим, что при разгоне митингов в России обошлось без светошумовых гранат, водометов и резиновых пуль, и что массовых избиений задержанных по типу Минского окрестина не было. Были свидетельства о надетом на голову пакете, запугивании, угрозах сломать пальцы и прочем психологическом давлении. Дмитрий Песков сказал на неделе, что пострадавшие от подобного обращения должны подавать в суд. Посмотрим, как это будет выглядеть. Но есть ощущение, что при достигнутой политической общности России и Белоруссии различия носят уже чисто этический характер. В одном случае приказ жестить до конца дали, в другом случае нет. Возможно, пока. После акции 31 января задержано почти 6 тысяч человек. После суда над Навальным по делу Евроше около полутора тысяч. По данным ОВД Инфо, больше тысячи человек получили административные аресты. На этом фоне Леонид Волков объявил, что новые акции протеста откладываются до весны. Вытаскивать Навального, сказал Волков, что Волков нужно внешнеполитическими методами, то есть западными санкциями, и умным голосованием на предстоящих думских выборах. Такое решение, кажется, стало неожиданным для многих. Это явная смена тактики. Еще недавно, в том числе в интервью редакции, Волков говорил, что протесты будут продолжаться, и что пытаться их согласовать не будут из принципа. Изо всех комментариев, самым внятным и лаконичным, мне кажется, такой, от Владимира Пастухова, политолога, живущего в Лондоне, герой недавнего выпуска редакции про будущее протестов. «Обе стороны», – написал он, – допустили просчет в оценке ситуации. Кремль переоценил угрозу революции, а Навальный – ее перспективы. В итоге Навальный в тюрьме, а Кремль в осаде или в засаде, кому как больше нравится. Предположу от себя, что и для Кремля, возможно, сейчас был бы хороший момент для уступок, скажем, разговора о допуске на думские выборы альтернативных кандидатов, о том, чтобы не продавливать план избрания «Единой России» на две трети мест. Ведь выборы, как известно, законный способ выпустить пар из перегретого котла. Но пока выглядит так, что власть сочла себя победившей и продолжает закручивание. Уже после объявления Волкова обыск прошел в Екатеринбурге у его родителей, с которыми он не живет последние 20 лет. Еще сообщают, что в МВД запланировали объединение наружки тех, кто следит за подозреваемыми, с прослушкой, теми, кто их подслушивает. Источники РБК рассказали, что за реформой стоит ФСБ и что в итоге спецслужба сосредоточит в своих руках контроль за любым гражданином и техническими, и оперативными способами. Впору объединить все силовые ведомства под сень глобальной ФСББ Федеральной службы Большого Брата. Победу силовиков уже празднует наш постоянный ньюзмейкер, губернатор Петербурга Александр Беглов. Он предложил ежегодно отмечать в городе День работника уголовно-исполнительной системы и внес соответствующие законопроекты на рассмотрение ЗАГС Собрания. Гуляния намечены на 12 марта. Вообще, я совершенно не возражаю, чтобы у каждой профессии был свой праздник. Но сложно придумать менее подходящий тайминг. У нас на глазах развернулось гражданское противостояние внутри страны. И праздновать что-либо в такой ситуации кажется в высшей степени неуместным. Вот и Владимир Жириновский, известный мастер доведения любой ситуации до абсурда, почувствовал момент и выступил с предложением разрешить гражданам ношение оружия. Не знаю, это у него такой кафкианский троллинг или просто старость. На неделе Путин рекомендовал Верховному суду вместе с Минюстом рассмотреть вопрос о создании в России суда по правам человека. Понятно, что этот суд должен заменить собой вечно всующий нос в наши дела ЕСПЧ. Но не до конца понятно, как тут лучше обустроить процедурно. То ли сделать суд с полномочиями, условно как у нынешней общественной палаты, про которую мало кто знает, чем она занимается и на что влияет. То ли, как было в советские времена, товарищеский суд, призванный исправлять граждан силами коллектива, что нашло отражение у классиков. Напрасно меня забрали. Вчера я морду бил, вчера меня морду били. Ну а если суд по правам человека будет встроен в вертикаль нынешней судебной власти, тогда возникает вопрос, зачем тратить на него лишние деньги, если Симоновские, Басманы и прочие суды отлично с этими правами справляются. У нас же в правах человека что главное? Что это за человек? И центральное событие недели, суд о замене Алексею Навальному условного срока на реальный, наглядно это показал. Прошел суд в день сурка, и исход его действительно был очевиден заранее. Как я уже говорил, принято политическое решение посадить Навального прямо сейчас, а потом к двум с половиной годам можно накинуть еще несколько. И вот в пятницу состоялся второй за неделю суд над Навальным по делу о клевете на ветерана. Алексея привезли из СИЗО лично, а 94-летний Игнат Артеменко включался по видеосвязи, показания зачитывал по бумажке с явным усилием. В ходе заседания ему стало плохо, за ним вызвали скорую. В итоге все это вылилось, думаю, вы видели, в форменный фарс и балаган, в долгий препятствий и обмен любезностями между Навальным, судьей, прокурором, свидетелями. И в итоге этого зрелища, на которое было крайне неприятно смотреть, в итоге все перенесли на следующую пятницу, 12 февраля. Зачем был нужен второй суд над Навальным в рамках одной недели после такого ночного перформанса с первым судом, я так и не понял. Заседание по делу Ивраше тоже прошло не без сбоев. В последний момент была изменена судья, и в тот же день стало известно об отставке председателя Симоновского суда. В пресс-службе заявили, что это не связано с делом Навального, но так и хочется вспомнить классика эфира. Совпадение? На фоне такого планирования, конечно, выделялась речь самого Навального. Те, кто учили историю, возможно, помнят о вдохновенных выступлениях революционеров в судах царской России. Кстати, тогда, после судебной реформы Александра Второго, нередко случались оправдательные приговоры. По крайней мере, этот урок нынешними властями учтен. Так вот, про речь. Безусловно, любой, кто ее прочитает или услышит, поймет, что обращена она была не к Симоновскому суду, а к суду истории. И писалась для того, чтобы стать отдельной главой в политической биографии самого Навального. «За мою жизнь никто не даст и три копейки, но я буду бороться». Конечно, во времена, когда большинство из нас старается так или иначе приспособиться и в целом не считает эпоху людоедской, такие слова сильно выделяются. Как выделяется иллеризм, с которым Навальный, глядя на жену, рисует сердечки на стекле судебного аквариума. Сердечки, кстати, еще один мостик в прошлогодний Минск, где судили оппозиционерку Марию Колесникову. Она продолжает сидеть в тюрьме, срок продлили до 8 марта. Есть сомнение, что в Международный женский день ей подарят свободу. И еще одна мысль пришла мне в голову, пока я следил за судебными трансляциями по делам Навального. Как интересно будет почитать мемуары участников. И про срочную замену судьи, что там происходило в кулуарах. И вообще про то, кто кому звонил, какие отдавал распоряжения, как бросал трубки. Но ведь совершенно точно будут такие мемуары. Вопрос, когда? Пока же есть отличный повод вспомнить известное выражение «можно не интересоваться политикой, пока она не заинтересуется тобой». Нынешнее закручивающееся в воронку политическое обострение может затянуть в себя и совершенно случайных людей. Про это всем следует помнить. Вот жительницу Великого Устюга вызвали в прокуратуру из-за ее поста о поиске единомышленников для занятий финской ходьбой с палками в записи с заголовком «Свежий воздух нас зовет, нужно двигаться вперед» заподозрили призыв к несанкционированной акции. Девушки вынесли предупреждение о том, что ее пост содержит призыв к действиям, подпадающим под публичное массовое мероприятие с неограниченным количеством лиц. То есть то, за что главред медиазоны получил 25 суток. Так что у стюжанка легко отделалась. Могли ведь в менить и планирование акции с колюще-режущими предметами, да и сотрудничество с иностранными державами могли. Выдумала тоже «финская ходьба». Великий Устюг – это, если помните, родина Деда Мороза. Его, как я уже рассказывал, еще перед Новым годом оштрафовали за антиковидный пикет на Красной площади в компании эльфов. Поговорим немного про деньги. Минфин США принял решение обновить дизайн 20-долларовой купюры. Вместо седьмого президента Эндрю Джексона на банкноте появится портрет Гарриет Табмен, афроамериканской активистки, которая боролась за отмену рабства в XIX веке. Она станет первой женщиной и первой темнокожей, изображенной на долларах. А вот новость из России. В городе Касимов Рязанской области открылся музей денег «Бабосики». Его организатор Игорь Скрипай, не Скрипаль, собрал коллекцию из 2500 экспонатов и подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса. А теперь новость от Альфа-банка, с которым мы делаем эту рубрику. В Альфа-банке можно оформить ипотеку от 5,99% годовых. Кто в этом хоть немного разбирается, понимает, насколько это выгодное предложение. Действует оно, кстати, при покупке новостройка и таунхаусов от застройщика. Максимальная сумма кредита для Москвы и Питера до 12 миллионов рублей, для регионов до 6 миллионов рублей. Ипотека — это совсем не страшно, скорее наоборот, возможность реализовать свои давние мечты и стать свободнее в финансовом плане. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробности. Думаю, никому здесь не нужно объяснять причины, по которым власти обеспокоились вопросами воспитания. С 2022-го в российских школах появятся советники директоров по воспитанию. Их будут отбирать на специальном конкурсе «Навигаторы детства». Из этой идеи явно торчат уши советской армии. Советник директора по воспитанию — это же классический политрук. Были такие комиссары при командирах в каждой части, они как раз и занимались навигацией политического сознания бойцов. Но перед нынешними навигаторами ставят куда более амбициозные цели говорить с детьми о политике на их языке, знать сленг, мемы, смотреть тикток и стримы, вести соцсети, разбираться в играх. Что задача эта, мягко говоря, не детская, свидетельствует ролик для молодежи, подготовленный Следственным комитетом. В нем рассказывают про зомбирование через тикток и личность Навального. Похож ли на настоящего мужчину тот, кто самовлюблен, как нарцисс, иезуитский, уклончив? Использование терминов нарцисс и по-изуитски наглядно показывает, насколько авторы в теме подросткового сленга. В этом смысле ролик, который показывают теперь перед сеансами в Нижегородском кинотеатре Орленок, по крайней мере доходчив. Ответственность за беспорядки будешь нести ты. Мне кажется, пора уже придумать что-то небанальное. Вот как питерский художник Артем Безяев, разработавший национальную альтернативу конструктору Лего в набор под названием несанкционированные праздники входят автозак, силовики в шлемах и с дубинками, журналисты в неоновых жилетах, один со сломанной рукой, а также протестующий. Свою версию конструктора Безяев назвал Олег. По мнению художника, игра подготовит российских детей к жизни в реальном, а не иллюзорном мире. В игровой форме куда проще объяснить, что такое правоприменительная практика, ну и заодно улучшить мелкую моторику. А то ведь я застал советскую школу и помню, что такое политинформация. К этому довольно нудному действу относились снисходительно, потому что это был единственный предмет, за который не ставили оценок и по которому не задавали домашних заданий. Кроме того, никто не проверял, усвоен урок или нет, потому что делалось все для галочки, то есть для отчетности начальства. Объясните мне, почему в этот раз будет не то же самое? Ну, с поправкой на то, что в наше время такие уроки будут тайком снимать и потом растаскивать на мемы в сети. И в целом, если уж воспроизводить советский опыт с его политруками и политинформацией, не стоит ли принять во внимание, чем это закончилось для Советского Союза? Интересно все-таки, как в зависимости от внешних условий меняется наше ощущение нормы? Новость, из-за которой год-два назад охала-ахала бы вся образованная публика сейчас воспринимается как рядовая очевидность. Департамент культуры Москвы решил не продлевать контракт с худруком Гоголь-центра Кириллом Серебренниковым. На неделю он выступал на восьмилетии созданного им театра, и его речь, по сути, была прощальной. Восемь с половиной лет подтвердили, что несправедливость отвратительно, как руки ОМОНовца с электрошокером, но театр позволяет даже об этом думать с улыбкой. Гоголь-центр долгое время оставался примером того, как работает наша российская двойственность, она же дуализм. Славившийся франдерством и свободолюбием театр был любимым детищем правительства Москвы, получал финансирование. Серебренников продолжал работать даже во время суда и домашнего ареста по делу седьмой студии, когда его обвиняли в соучастии в мошенничестве. Пока он был под арестом, в Большом театре прошла премьера его балета «Нуреев», посмотреть, который собрался весь бомонд от банкиров до госчиновников, в том числе из администрации президента. И это тоже было демонстрацией фронды, молчаливого внутриэлитного сомнения в верности курса. Но времена изменились. Теперь фронду могут принять за заговор. Я бы не переживал за самого Кирилла, он востребованный режиссер. А вот за судьбу некогда захудалого театра, ставшего крутой московской площадкой, переживать стоит. Неясно, кем можно заменить Серебренникова на его, по сути, авторской сцене. Непонятно, кто из серьезных режиссеров может согласиться на такое предложение в такой ситуации. Всем же в этой среде памятна история с изгнанием Юрия Любимова из театра на Таганке, знаменитой московской сцены, где блистали Владимир Высоцкий, Леонид Филатов и Валерий Золотухин. На место Любимова в 1984-м назначили Анатолия Эфроса. Его отношения с труппой не сложились, магия исчезла, кончилось все печально. Любимов, кстати, вернулся на Таганку через несколько лет на волне перестройки. Все, как мы видим, циклично. Но в России все равно пытаются опровергнуть максимум, который я уже упоминал, глупо делать то же самое и рассчитывать на иной результат. Возможно, в этом и есть наш особый путь. Вновь и вновь наступать на грабли, каждый раз удивляясь. Есть и те, у кого дела идут в гору. За январь состояние богатейших россиян в совокупности выросло на миллиард 370 миллионов долларов. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Скажем, совладелец Новотека Леонид Михельсон обеднел на 400 миллионов, а владелец Норникеля Владимир Потанин разбогател на 700 миллионов. Похоже, правда, ненадолго. На неделю суд обязал Норникель выплатить почти 2 миллиарда долларов по рекордному иску Росприроднодзора. Это сумма за ущерб окружающей среде от катастрофического разлива топлива в Норильске в мае прошлого года. Первоначально о таких штрафах речи не было, но потом в дело, как говорят, вмешались очень большие люди с большими интересами и одним штрафом проблемы Потанина в Норильске могут не ограничиться. Возвращаясь к списку российских миллиардеров, интересно, как он менялся за последние 20 лет. К ребятам из 90-х, Потанину, Лисину, Мордашову, Виксельбергу со временем добавились те, кого называют друзьями Путина Тимченко, например. Выбыла по разным причинам старая гвардия Березовский, Гусинский, Ходорковский. Такая вот ротация, говорящая сама за себя. Из IT-сферы, в которой Россия на самом деле сильна и кадрами, и идеями, нет новых лиц. Павел Дуров уехал из страны в 2014-м, сооснователь Яндекса Аркадий Волош на 76-м месте. Для сравнения, в Америке в подобном списке за эти годы произошли радикальные сдвиги. Нефтяных и инвестиционных магнатов с первых позиций подвинули Джефф Безос, Марк Цукерберг, Ларри Пейдж и Илон Маск. Кстати, Виктор Виксельберг недавно пожаловался, что из-за санкций у него заблокированы полтора миллиарда долларов на заграничных счетах. Безусловно, небо не рухнуло на землю, но многие мои представления о мироустройстве пришлось менять, сказал Виксельберг. На этих словах где-то в Саранске поперхнулся пельменями среднестатистический «Россиянин». Все укладывается в русскую поговорку «У кого-то суп жидкий, у кого-то жемчуг мелкий». Да, и новость для тех, у кого суп. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с Путиным признал, что заморозка цен на продукты не сработала, еда в магазинах России продолжает дорожать. Как вы помните, правительство фиксировало цены на сахар и подсолнечное масло до первого апреля. Начало года показалось, что этих мер оказалось недостаточно. Конечно, можно регулировать рынок рыночными мерами, но, с другой стороны, слова Решетникова тревожный сигнал, ведь в России, если не срабатывают административные меры, обычно вводят уголовные. Хорошо, что есть люди, взгляд которых не упирается в текущие события, а направлен далеко за горизонт. Визави уже упомянутого Илона Маска Дмитрия Рогозина, воздев очи к небу, узрел очередную угрозу. Милитаризация Луны, заявил глава Роскосмоса, недопустима. Так он ответил на новость, что Пентагон может взять под защиту лунные базы НАСА, если они когда-нибудь появятся. Вообще, все последние дни было стойкое ощущение, что Россия планирует освоить не только Луну, но и всю Солнечную систему. Иначе почему по Москве и другим городам ходят столько космонавтов? И если не получается построить прекрасную Россию будущего на Земле, может попытать счастье в космос? Кстати, о спутниках. Эффективность вакцины спутник ВИПа промежуточным результатом третьей фазы составила почти 92%. Серьезных побочных эффектов не выявлено. Об этом сообщает авторитетный медицинский журнал Lancet. В Кремле назвали публикацию очень важной. Хотя еще месяц назад на просьбу прокомментировать статью того же журнала об отравлении Навального Песков говорил, что медицинские издания в Кремле не читают. Не перестаю удивляться, как быстро все меняется. Европа закрывает границы и вводит все более жесткие меры из-за ковида. Да и в целом пандемия на Западе остается главной новостью. А у нас тема коронавируса ушла в тень, оставаясь разве что в протоколах задержания за нарушение санитарного режима. Думаю, самое время напомнить. Если вы еще не привились, подумайте об этом. Прямо сейчас подумайте. Потому что здоровье нужно не только космонавтам, и ковид никуда не делся. И еще про здоровый образ жизни. В Костроме возбуждено уголовное дело против полицейского, который выписал штрафы за курение в неположенном месте. По данным следствия, ради выполнения плана он штрафовал собственных родственников, подделывая их подписи в документах, а чтобы никто ничего не заподозрил, сам эти штрафы и оплачивал. Не знаю, за что тут можно судить. Такого полицейского следовало бы наградить за невиданный гуманизм, а штрафованные даже не узнали о том, что понесли наказание. Ни один костромич не пострадал. Это ли не достижение в наше время тревожных новостей? Боюсь, теперь не только в Костроме таких полицейских больше не найдется. А значит, планы по палкам будут выполняться привычными методами. Ну, хоть какая-то стабильность. Это редакция Ньюз. Мы стараемся находить светлые стороны в новостях, хотя бы в некоторых. Если хотите наш фирменный подход чаще, ежевечерний Ньюз дня уже в моем Телеграм-канале. Подписывайтесь и читайте. Берегите себя. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова